Подошел к концу срок уплаты налогов. До 1 декабря все граждане России должны были заплатить имущественные налоги за 2021 год. Вопрос затрагивает огромное число людей, собственников, квартир, комнат, домов, земельных участков и транспортных средств. Для призванных в рамках частичной мобилизации срок уплаты до 1 декабря не актуален, они смогут заплатить начисленные налоги позже, пишет российская газета. Как сообщили в налоговой инспекции, в этом году направлено 68 миллионов налоговых уведомлений на общую сумму 323 миллиарда рублей. Если вы не оплатили налоги до 1 декабря, то уже со 2 числа задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пенни. С 1 декабря данные о стройках по всей стране соберут в единую базу. Решение об этом было принято несколько лет назад, но вступает в силу оно лишь сегодня. Разработка этой системы направлена на создание глобальной нормативной правовой базы в рамках градостроительной деятельности, пишет российская газета. Это необходимо, чтобы у каждого был доступ к полной информации о градостроительной ситуации в стране. Причем его получат не только органы власти и коммерческие предприятия, но и физлица. В базе содержатся сведения об общей площади застройки, земельного участка, кадастровом номере, этажности. Инвестор сможет проанализировать инвестиционный проект. Трактировщик соберет исходные данные для подготовки документации, а покупатель сможет проследить путь своей квартиры от котлована до получения ключей. Жители Хакасии могут проверить свои знания и истории Великой Отечественной войны. В преддверии Дня неизвестного солдата 2 декабря состоится традиционная международная акция. Участникам будет предложено ответить на 40 вопросов, охватывающих различные события времен войны. День неизвестного солдата был установлен в России 3 декабря 2014 года в памяти российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. А с 2015-го молодежный парламент при Государственной Думе проводит международную акцию, посвященную этой дате. В этом году организаторы добавили вопросы о работе в тылу и героизме солдат, о подвигах молодых людей, учителей, женщин и врачей. Проверить свои знания можно будет в Хакасском госуниверситете, корпус номер 2. Регистрация участников начнется в 10.30 или онлайн на сайте проекта bighistory.ru.